Брестские подростки уже не первый год пробуют свои силы на подобных соревнованиях. Международный поединок для каждого из них – серьезное мероприятие. Здесь надо показать хороший уровень физической подготовки, быстроту и смекалку. Азарт и воля к победе подкрепляется тем, что соперники – довольно опытные участники, призеры и победители прошлых лет. А потому тренировка к нынешним состязаниям велась упорная. Наставником юных брещан выступил председатель Брестского областного общественного объединения «Добровольный пожарный» Александр Собчук. Насколько этот вид спорта популярен, ну как вам сказать, 50 с лишним стран мира его культивирует. В числе этих стран находится вся Европа, Соединенные Штаты, Америка, Китай, Вьетнам. В этом году мы проводим по полной программе, как проводятся во всем мире эти соревнования. Участие в этих соревнованиях принимают, как я уже сказал, 4 команды из Республики Польши. Это команды из города Быдгощ, команда из города Парчев, а также две команды из Биальского повято-люблинского воеводства. А кроме этого оказывает нам эту помощь и поддержку целая бригада судей международной категории, которые в этом году осуществляли судейство чемпионата Европы по этому виду спорта. В соревнованиях принимали участие подростки от 10 до 16 лет. В каждой из команд по 9 человек. Ребятам было предложено несколько видов испытаний, полоса препятствий, боевое развертывание, применение пожарного оборудования, соединение и прокладывание пожарных рукавов, тушение имитированного пожара. Как настоящие огнеборцы, участники состязаний были бесстрашны перед трудностями. А еще их одолевал небывалый интерес к выполнению заданий. Где-то были неудачи, где-то все удавалось. И даже в прошлом году были победителями на этих соревнованиях. Мы ходили на тренировки, занимались, где-то уставали. Но мне в целом все нравится. И я очень рада, что я пришла в этот спорт. И если бы меня спросили, хочу ли я заменить его на любой другой, я бы никогда не согласилась. Такой довольно необычный вид спорта только набирает популярность. Однако уже сегодня заметно стремление ребят развиваться в этом направлении. Ставить перед собой новые задачи и достигать успехов. Интерес к мероприятию среди подростков дает предпосылки для продолжения международного сотрудничества и дружественных связей. Подобные соревнования, конечно, скажем, уже первый раз показали итог нашей совместной работы с добровольно-пожарным обществом. Поэтому мы надеемся, что в будущем наше сотрудничество продлится с хорошими результатами, успехами. И мы, как многопрофильный центр, который ведем активную спортивную работу, будем всячески поддерживать в организации подобных мероприятий. Данный спорт имеет место быть. Очередные соревнования этому подтверждение. Очень рад, что появилась возможность приехать сюда, поучаствовать в этих состязаниях. Оцениваю их высоко. Считаю, что они дают возможность молодежи общаться. Надеюсь, что соревнования станут толчком к развитию дружеских отношений между детьми разных стран мира. София Бережна, Евгений Проснель, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.